Активация позы круговых мышц рта и позы языка, технологии минуальной медицины, самостоятельными упражнениями, ношениями ортезов, кап, тренеров, необрейс, компания МРСЕ, оно активирует рефлексы артикального отложения головы и шея, деактивирует переднее отложение головы и шея, активирует позы автоматизма верхних дыхательных путей, деактивирует инфантильное глотание, активирует кровоток и лимфооток, деактивирует венозный соскорь и лимфостаз. Инфантильное глотание – это способ глотания, когда просит пациента сглотнуть и видит, что неводовременно с этим напрягается мозг церна, растягивается по специфическому образом, и голова делает такое небольшое движение в педер. Есть еще один человек, который тоже свою картину создан и уплатил ее в этих истериках ортезов, это Чайли Байк, и его девиз – «Жить жизнь легче». В осенью прошлого года состоялась вторая международная научно-практическая конференция падиатров достижения падиатрии. Вот здесь мы видим инфриотную массивную воду. У нас Чайли Байк, потому что она очень активно вызывается. По этим вопросам используется у различных ортезов и тестов в компаниях американцев, японцев и апонского доктора. Когда я работаю, я положу исследования, статистирую их. И, в общем-то, выводом, можно сказать, по использованию ортезов, то, что мы видим, имея ортезы, это уменьшение асимметрии в туловище, что важно для пациентов с мышечных и социальных болезней ногами, вижу то, что установка ног становится более соответствующей двигательному стереотипу с симметричными, дальше это сейчас рассмотрим. И это корривирует с клиническими признаками, с самочувствием у пациента, также с данными УЗИ, которые приносят из колени и сострады, но и в длительном плане корривируют и у пациента с стереозом до 20 градусов, удается поддерживать в этом состоянии длительное мнение. Понятно, что деформация стопы вызывает вещественно-скелетную деформацию всего тела, сейчас это уже вообще принятая и понятная вещь, но биомеханика стопы не всегда понятна. Контактные пилимты опоры на пятку, опоры на всю стопу и на передний отдел, вот та сменяемая часть, которая должна идти. И при этом важно положение коленей и установка стоп. Будет она прямо направлена, супинирована или будет избыточная пронация. Хочу отметить, что пронация необходимая часть отходьбы, она обязательно должна быть. Так вот, у людей, мы отмечали, что есть типы людей, есть люди, у которых более склонны к суббинации, а есть люди с установками тела, которые поддерживаются двигательными единицами формы, есть более пронация, а есть более суббинация. Это, конечно, зависит еще от рефлексов. Вообще, мы видим такие установки. И специалисты по обуви делают их разными. Вот этот слайд, на этом слайде показана обувь с системой, которая вы здесь видите более темная. Это более твердый, более плотный слой материала подошвы. Он пациент, у которых избыточная пронация. В нашей технологии иногда это просто вальбусная строга. Это выглядит вот таким образом. Еще хочу отметить, что вот эта часть, вот эта часть на ска будет более гибкой, а здесь будет менее гибкой. При проверке обуви это легко сделать, взяв и сжав ее с двух концов. На этом слайде мы видим другую фирму, которая эти технологии использует в мире. Сзади у нее есть вот эта часть, воздушная подушка, именно по центру, потому что есть еще люди, компании, которые используют реплистую, и там как раз проходит по центру пятки. Это то, что как раз очень пагубно действует на наши рефлексы. Это та центральная часть, которая должна проваливаться максимально внутрь. Вот здесь эта технология реализована. Хочу отметить, что не только здесь, а в других фирмах подобных технологий есть, но и здесь вот таким очень показательным, наглядным образом, иногда средний слой подуши у них в моделях вынимается, можно увидеть там простое решение, кругляшок к центру, звездообразной формы, разрезанный телом именно по центру пятки. И видим здесь показано то, что пятка должна быть устойчивой сзади, и то, что центральная часть того, что вы видите, это как раз зона, которая цепинация и пронация отвечает. И удерживает передний отдел стопы, таранную кость, от того, чтобы она немножко вот сюда вперед бегала. Вот эти зоны. Вот и регуляция, и степени степени подошвы, и необходимы для того, чтобы понять или выявить, и понять, что подошва будет для центра с гиперпронированной стопой, или с недостаточной степенью пронации. Итак, гиперпронированная стопа, вот эта часть, внутренняя часть, более жесткая. И когда мы скручиваем в эту сторону, вот сюда будем надавливать, то с этой стороны мы почувствуем большую жесткость, а в эту сторону – большую. Если же стопа склонна с недостаточной пронацией, в нашей терминологии это, ну, близко, там, как минусу, вот такой стопе, то большая часть жесткости будет с наружной части стопы. И, соответственно, надавливая на эту часть, мы почувствуем большую жесткость. Ну, со стороны подошвы надавливая на турист, мы почувствуем, что она более жесткая. И эту опцию необходимо рекомендовать пациенту. Для стопы с недостаточной пронацией, вот эта часть будет более гибкой. То есть, если мы с двух концов будем сжимать, то мы увидим, что вот здесь она больше и более легко сжимается, чем в переднем отделе стопы. Простые принципы, которые мы можем использовать. Обязательный элемент передать распределение давления индивидуальному человеку. Это элемент индивидуальной стерики фаркотикс полного контакта. Вот когда степень сопротивления наружного и среднего слоя подожжим, амортизирует и распределяет давление на внутреннюю поверхность опуви. А уже степень сопротивления ортеза стопы, фаркотикс распределяет давление индивидуально по коже пациента. И вот таким образом сама стелька и обувь изменяют распределение давления. Вот это нечаянно, не забываю, нечаянная фотография. Он, собственно, в России принялся эту технологию. Он занимался и ученым. Он сам марафонит, спортсмен, врач, спортивный медицин, ортопед, иммунальный терапевт. Это то основание, которое вы можете поставить. И вы видите, как это будет влиять не только на стопу. Но если мы видим человека в положении челюсти в какую-то сторону, то мы это сможем связать и с положением его стопы. Здесь мы видим использование подбора заготовок, ортезов, ортодикс, с использованием флексионового теста. Степень сопротивления в заготовках разного цвета разная. И человека просто ставим на разные заготовки и просим наклониться вниз. И мы видим, на какой заготовке степень асимметрии меньше, то есть больше симметрии. Там мы и эту заготовку выбираем для дальнейшей эксплуатации. Хочу отметить, что я и до использования еще флексионового теста использовал ортезы. И тестами были некоторые другие, но и по личному опыту ношения, и по отзывам пациентов, по самочувствию. Да, есть у тех людей, которые чуткие к самочувствию. У них есть корреляция между флексионовым тестом и выбором заготовки. И клиническими эффективностью, которыми потом увидим у пациента. Легкостью достижения клинического эффекта. Ну, здесь слайд, который показывает, как это влияет. И, в первую очередь, я бы хотел обратить внимание на аудиторию, группу мышц Томаса Майерса. Это называется глубинная фронтальная линия. Да, это как раз относится к осилим мышцентрующей, к тем мышцам пояса конечностей, которые, в первую очередь, инновируются и являются не медиальной двигательной системой. Активны при поражении ее. И это мы видим у пациентов с детским церебральным пролечиванием. Вот это мы видим и у пациентов с удушениями после инсульта. И, что важно, что мы можем использовать для них как раз эти аферментные поля, что в полуэспирта, что ортезы стопы, для того, чтобы повлиять на их рефлексы, которые волей уже не очень-то хорошо управляются и являются нарушенными, но, конечно, в других частях. Да, удается это поменять. Да, конечно, в комплексе с другими технологиями. Этот слайд демонстрирует обычное наше положение тела. Здесь мы видим заднее линию, здесь мы видим переднее линию. Мы видим, что они антагонистичны. И один из наиболее важных частых клинических положений тела и груди, это гиперворотоз в пояснице с обуханием живота вперед и переднее положение головы и шеи. Которые как раз и мы видим, что эти клинические цепи связаны стопа и верхняя часть тела человека. Создание параметности под стопами с параметрами, соответствующими тем, которым человек не способен, это является цель современного артизирования. Я сейчас хочу показать, как правильно скручивать, для того, чтобы этот тест проводить для подбора огонь. Вот, здесь внимание на некоторых филах и тихоторочка. Мы как раз это сделаем. Таким образом мы скручиваем для того, чтобы проверить, в каком направлении это больше или меньше. сопротивление. Оно может быть приблизительно одинаково. И сюда давим в серединку, в центр. И скручиваем с боковыми частями для того, чтобы увидеть, где подходит распределение давления в пятке. По центру должно быть мягче. Обязательно мы должны сохнуть здесь. Да, здесь должно быть жестко, но оно должно гнуться. Не должно быть как совершенно металлической пластилиной, или как у некоторых. Для отдела этого женщины, потому что она совершенно жестко не опущается. Это нелетий система для людей с гипропонервной стопой. И здесь мы видим как раз более жесткую систему. Потому что она гнется спереди. Она гнется и здесь, но более жестко. Сюда жестче, а сюда мягче. К внутренней части стопы. Жестче. К наружной стопы. К линии отделки. Потому что там нельзя. Полегче. Ну и здесь давление на центр стопы. Он на виде арки. Потому что опорно ведется на бок. Только вот это наружное кольцо. Подход. Здесь более мягкие внутренние стопы. И отмечу на важность беговых. Там, где можно много ходить. Мягкую наружную часть. Более мягкую наружную часть подошбы. В отношении внутренней. Для стопы с гипропонервной стопы. Это мы видим кроссовок. Который создан с недостаточной пронацией. Мы видим здесь более жесткий, чем слой. Снаружи. Мы видим здесь более мягкий слой. К наружу более жесткая. Внутри более мягкая. Мы видим, что при давлении на конце. Он сгибается так же, чем в центре. Хочу отметить, что на этом рифте. Внутри. Очень часто используется более мягкий слой. А также смертные. Пяточные части. Внутри. Оптимальные параметры афферентного входа. Коганной спины. Для этого тоже надо позаботиться. Сейчас много разных матрасов. Хочу отметить, что популярные пружинные матрасы, к сожалению, менее эффективны, чем матрасы из других естественных материалов. Это бур. Либо это латексные, либо это пенополиолитановые. И почти тем не использование. Оптимальное распределение давления на тело в позе сидя. На стуле. На стуле. Вот в ноябре сидим. Доступная вещь. Можно ее через интернет заказывать. Сейчас все больше и больше ее продают. Ну, я знаком только с фильмами US Medica. Они проставляют очень широко. И 6,9 очень удобно. Очень эффективная вещь. Распределение давления как раз в позе сидя на стуле. И на обычном стуле и стуле с идеальной осанкой. Вот на этом слое представлено. То есть 3,4 на поясницу на классическом стуле и 2,3 на стуле зерно. И больше распределение на ноги. Ну, как если бы мы стояли в положении тела. Больше приближено. Это положение тазового наклона. Больше в положение стоя. Соответственно, углы артерии, прохождение и вен, и лимфротока. Но он облегчается. Это очень важно. Важно для поддержания вертикального положения. То, что это симметричное положение будет поддерживаться. Потому что просто за дна уже сами положения у нас будет развернуться. Значительно меньше нужно. Ну, вот таким образом и диагностировать по оценке боли болезненности асимметрии формы для лечения движения. Также локальное возбудение инструктуры ткани. Мы можем лечить пациента. Оценить его состояние. Провести терапию. И уже проконтролировать наше мероприятие. По фиксионному тесту. А также по тесту силы по 4-5-балльной шкале. Это 4-5 степени силы. Когда мы поделяем. Провести терапию. Я хочу отметить, что использование инструкциональный тест по высокой степени между самочувствием и пациентом. А также в определенных результатах по УЗИ и эрогеном. Эроген и МРТ-картины наблюдаются. В выводах можно сказать, что не знающимое снижение степени функциональной асимметрии это важный препятствий, который надо применять при лечении пациентов. И целесообразно применять и в ортопедической практике, и в других практиках лечения пациентов. Видео ваших отделений можно увидеть на канале, на ютубе. Благодарим за внимание.